Божаю здоровья, шановные украинцы и украинки. Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Краткий отчет за этот день. Поздравил наших разведчиков, наших героев с Днем военной разведки Украины. Все мы понимаем, насколько они крутые, наши разведчики. Настоящая смелость, мощные результаты. Поблагодарил Главное управление разведки от всей Украины. Представил сегодня официально нового министра обороны Украины Рустама Умерова. Сильный человек, системный, хорошо знает сферу обороны. С первых дней полномасштабной войны привлечен к переговорам относительно оружия для Украины. Очень чувствительные переговоры, результативные. Занимается переговорами и об освобождении наших людей из российского плена. В этом у Рустама тоже есть важные для Украины результаты. Он может перезагрузить работу Министерства обороны. Именно это сейчас необходимо. Из международных переговоров сегодня разговор с премьер-министром Великобритании Сунаком и премьер-министром Израиля Нетаньяху. Конечно, главная тема – это безопасность. Провел несколько важных совещаний именно по нашей международной работе. За этот сентябрь мы должны достичь нескольких вполне конкретных результатов в работе с партнерами. Это касается и нового оружия для Украины. Готовим новости и наших дипломатических усилий, чтобы объединить еще больше стран мира ради восстановления мира на всей нашей земле. Готовим больше мирового давления на Россию и наши воины, нацгвардейцы. 12-я бригада специального назначения, которая сражается на Востоке, нашего государства, а также 3-я и 15-я бригады нацгвардии, которые воюют на южных направлениях. Я благодарю вас, воины, за очень-очень результативное уничтожение оккупантов. Результаты – это то, что сейчас необходимо Украине от всех. На всех уровнях. От всех, кто воюет ради Украины. Кто работает ради Украины. Кто поддерживает нас в мире. Слава всем, кто именно так, своими личными результатами, приближает нашу общую победу. Слава Украине!